приветствую друзья меня зовут кирилл и вы смотрите мой канал про лего техник сегодня я расскажу про систему подсветки для лего моделей sbrick lite которая с недавних пор появилась на сайте sbrick ну очень давно появились первые подобные системы от сторонних производителей очень странно что до сих пор компания лего ничего подобного не упускает потому что идея очевидность подсветкой многие модели заиграют как говорится новыми красками но тем не менее у меня это первая подобная система мне сравнить не с чем поэтому я сегодня просто расскажу про компоненты которые нам предлагают sbrick сначала естественно буду показывать при хорошем освещении и конечно при ярком свете светодиоды выглядят совершенно невзрачно но потом некоторые дубли я пересниму в темноте и там уже это все выглядит намного привлекательней в основе системы вот такой стилизованный под детали лего блок внутри мозги прием передачи bluetooth 8 выходных разъемов и здесь нет никакого встроенного питания для того чтобы его включить нам нужно либо например воткнуть его в розетку при помощи вот такого адаптера если у вас стационарная как конструкция ну или можно использовать естественно какие-то переходники например вот у меня переходник на систему power functions и сегодня я буду подключать этот блок к леговской липа батареи блок этот весьма компактные в длину 7 пупырок в ширину 3 и в высоту 4 плейта лего или один кубик и еще один плейт что же мы можем к нему подключить во первых два типа светодиодов это rgb светодиод с таким вот четырехпроводным кабелем и обычный белый светодиод соответственно двухпроводный вы можете видеть что сами платки очень мелкие и разъемы тоже микроскопические и это неспроста ну у нас здесь не какие-то мощные моторы до потребляют они очень маленький ток эти светодиоды поэтому разъемчики можно поставить слабенькие и компактные разъемы позволяют нам протаскивать провод сквозь техник отверстия и платка тоже сделана такая маленькая чтобы можно было спокойно и вот так вот сквозь отверстия проводить и это сильно облегчает трассировку проводов на готовой модели это реально очень удобная фишка само собой тонкие провода и маленький разъем это не только преимущество но и некая дополнительная ответственность нашей стороны нужно быть реально аккуратными с ними чтобы не оборвать провод не сломать я обычно вот так вот наживляю как бы до провод и потом аккуратно ногтем его туда задвигаю давайте попробуем включить систему я вот такой профиль накидал в их специальном дизайнере ссылка на него будет в описании под видео да он конечно посложнее чем просто накидать слайдеры на экран но в принципе довольно быстро я разобрался какое-то обучение требуется но ничего сложного там конечно нет нажимаем кнопку и у нас загорается первый светодиод а этот беленький можем зажечь синенький не знаю каким он будет на ваших экранах сейчас но он прям такой ярко-синий и до rgb-шные светодиодами можно зажигать разные цвета то есть один и тот же светодиод на разные кнопки можно повесить разные цвета и это здорово также что у нас здесь есть еще я запрограммил весь вот такую книгалочку это делается тоже давайте так поближе к столу чтобы видно в простейшем редакторе буквально там несколько кликов и вы можете любые кривые угасания и зажигания сами делать в общем это все очень просто делается и выглядит весьма симпатично возможно кто-то уже подумал что 8 портов это очень мало и это всего 8 светодиодов но на случай когда нам нужно много света в системе предусмотрены вот такие вот платки разветвители они их называют репликаторы но это не те репликаторы которые пехоту клонировали во втором редакторе эти репликаторы позволяют нам распараллеливать по сути разъемы чтобы его подключить нам нужен кабель удлинитель есть вот такой короткий 20 сантиметров кстати да вот эти проводочки светодиодов тоже около 20 сантиметров в длину и также есть еще вот такой вот длиннющий полуметровый удлинитель и его я уже подключил как раз таки к репликатору напоминаю первый разъем это у нас сейчас одиночный светодиод берем и вынимаем его производитель говорит что можно просто вынимать разъем из-за провода им от этого не поплохеет какое-то время я играюсь с этой системой пока ничего не поплохело действительно самое сложное угадать разъем мелкий действительно проще угадать чем смотреть как правильно ставить так я вставил наш вот репликатор в него у нас подключена 4 светодиода зажигаем первый порт и от места одного светодиода нас стало 4 перед вами репликатор крупным планом по сути здесь просто вот дорожки идут от разъема к разъему просто вот один разъем распараллеливается еще на 5 но есть здесь в этой системе и другая оплатка она называется сплиттер или разветвитель и она нам превращает один rgb порт в три однопроводных порта что я имею ввиду вот у меня подключен к одному из разъемов сплиттер и к сплиттеру подключена три белых светодиода и теперь я могу управлять ими отдельно меня на одну кнопку один светодиод включается на вторую все пожалуйста прикольная фишка тоже позволяет экономить порты и использовать их более функционально и репликатор и разветвитель подогнены под размеры лего репликатор соответственно размером сплит 1 на 4 а разветвитель размером сплит 1 на 3 ну и для логического завершения системы кое-чего не хватает совершенно непонятно как подружить вот эти вот платки с конструктором лего для этого здесь есть специальные адаптеры или клипсы можно наверно по-разному назвать их очень плохо здесь будет видно вообще они планируются в трех разных вариантах с разной прозрачностью у меня самые прозрачные насколько я знаю возможно это вообще даже опытные образцы и реальные штуки будут выглядеть немного по-другому но мы сейчас посмотрим как это работает берем техник балку вставляем в нее вот эту вот штуку и в нее вставляем платку как то вот так попробуем включить ну так вот теперь у нас платка светит куда надо светодиод светит вперед как настоящая фара сейчас попробуем добавить сюда еще цвет о все рассчитано вставляется как надо и выглядит прикольно а вот эти вот штуки для крепления к обычным систем пупыркам и они кстати позволят довольно интересные вещи собирать сейчас я попробую во-первых выключить лишнее а во-вторых подключить синий 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 светодиод вот такой вот клипс и во-первых вот так он будет светить вверх какой у меня синий этот да вот он синий но также мы естественно можем вмонтировать это в конструкцию высота этого адаптера два систем плейта то есть мы можем так вот накрыть все это дело и получить вот такую красоту можно даже в мостовую встраивать подсветку в стены и куда угодно думаю что возможностей тут масса так не знаю будет ли что то видно во первых на самом блоке светится логотип из брико буквой с попробуем включить первый порт где меня были белые светодиоды довольно яркие попробуем включить синий теперь вот такой вот в реальности очень красивый синий у как он классно все освещает такое ощущение что лучше чем белый ну и также меня здесь был красный который я еще заставил мигать интервал мигания все это задается вручную можно самим выбрать вообще там много возможностей по программированию еще и в сочетании с контроллером с брик если вы делаете там можно и умные поворотники как реальной машине делайте стоп-сигналы и наверняка много чего еще так ну и пока темно и попробую показать еще одну фишку поскольку rgb светодиодов у нас каждый канал можно запрограммировать индивидуально мы можем в принципе любой цвет получить сейчас должен быть такой красный плюс синий то пурпурный о смотрите какой фиолетовый прикольный вот это вот ноль на зеленом канале и по сто процентов на красном и на синим для сравнения получится ли сравнение не знаю вот это пурпурный выбираем для до 7 ну разница мне очевидно вам надеюсь хотя бы заметно ну еще раз кстати продемонстрирую что этот же синий можно зажечь красным вот эта разница видно куда лучше я подключил 8 белых светодиодов к одному порту использовал там несколько разветвительных плат удлинительные провода ну так что про и что все работает включаем да мы должны были увидеть бульдозер 42 131 но мы видим что светодиоды конечно же не очень яркие хотя в живую смотрится нормально возможно бульдозер это не самый удачный пример по большому счету там только фары но у меня есть более интересной модель да это пиратский корабль из лего ideas и тут я еще раз хочу сказать про белые светодиоды конечно это не такие мощные светодиоды как в фонарях но их вполне хватает чтобы преобразить эту модель и вот этот корабль выглядит со всей этой подсветкой просто шикарно также здесь я попробовал сделать эффект мерцания это же к старый корабль там нет электричества там фонари как бы факелы и они горят неравномерно я задал период 6 секунд и на протяжении этого времени я снижаю интенсивность со 100 до 30 процентов можно естественно выбрать любой промежуток любые значения 6 секунд ну просто это из головы и 30 процентов это тоже из головы но выглядит прикольно что в итоге хочется сказать ну во первых подсветка это круто с подсветкой многие модели прям преображаются что же касается система из брика она конечно много возможностей предоставляет и я разобрался наверное в меньшей части из них вот в самых каких-то примитивных вещах но даже это достаточно чтобы модели приняли совершенно другой вид здесь есть все необходимое чтобы строить эту систему в модели лего в том числе большие модели удлинительные провода разветвительные платки разные виды светодиодов и конечно очень важная часть это вот эти адаптеры которые позволяют прикреплять светодиоды к деталькам лего ну еще раз повторюсь это видео было такое ознакомительное поверхностное кого заинтересовала эта система под видео будет ссылка на официальный сайт esbrick.com там можно найти необходимую дополнительную информацию ну а на сегодня у меня все спасибо за внимание до скорого пока